всем огромный привет мои хорошие как у вас дела как настроение у нас сегодня за окном прекрасная солнечная погодка можно даже сказать что вернулась лето на улице плюс 20 градусов и поэтому когда я проснулась утром у меня было прекрасное настроение я решила снять для вас это видео речь в нем пойдет о заказе с китайского сайта название я оставлю где-то тут или тут в общем почему я решила снять его именно сегодня дело в том что в этом видео присутствуют элементы лета элементы отдыха то есть я заказала купальник и ставлю вам маленький кусочек и вы увидите меня в этом купальнике на море в общем давайте начнем и так я решила заказать как вам уже сказала купальник вообще выбор там был невелик и я остановилась я хотела какой-то необычный оригинальный купальник именно вот для фотосессии думала даже может быть какой то сказать закрытый но в итоге заказала такой вот это купальник черного цвета сейчас я его расправлю он очень оригинальный вот так вот выглядит у него такой вот лифт с прикольными весельками конечно же он не практичен для обычного отдыха допустим если вы будете загорать эти весельки у вас просто не загорит или загар ляжет пятнами поэтому я думаю в таком купальнике можно его одевать только на выход допустим на какую-то вечеринку либо вот для фотосессии как я в принципе да загорать им конечно тоже можно но осторожно потому что эти весельки могут вам существенно подпортить загар в общем я заказывала размер эску я даже не наделась что он придет мне будет в пору также я была уверена что он будет какого-то такого среднего качества но что могу сказать эска вполне отвечает эске покажу вам низ вот такой вот низ у этого купальничка эти плавки оказались как раз не в пору они невысокие плюс их в том что они видите на таких вот завязочках можно регулировать ширину также два таких вот неплохих кстати колечко присутствуют они как-то не знают красиво смотрятся вместе с лифом значит так плавки мне понравились что насчет лифчика несмотря на то что это эска кстати мне на обзор прислали эти товары и девушка с которой я общалась настоятельно рекомендовала мне м я не знаю почему но я все-то все же остановилась на эске но за киевчик даже эска оказался немного великоват то есть даже не великоват а у него чашки получается он увидите вот они сами по себе большие я к таким чашкам не привыкла я даже думала его отнести в ателье перед морем чтобы мне немного его ушли но потом времени оставалось мало я передумала в принципе я рада что я так поступила потому что это поначалу мне показалось очень большим на фотографиях он довольно таки смотрится нормально я даже загорала несколько дней в этом купальнике правда недолго по несколько часов в общем очень оригинальный купальник что касательно его цвета после того как я отдела этот купальник девчонки могу сказать на загорелой кожи он просто изумительно смотрится черный цвет просто идеально подчеркивает загар тем более у него такая ткань немножко с каким-то вот таким вот блеском когда купальник мокрый он вообще просто обалденно смотрится в общем на следующее лето я себе хочу уже пойти магазин и купить по своей фигуре то есть не с такими большими чашками более что-то открытое но обязательно черного цвета потому что это черный купальник очень эффект а следующее что я вам хочу показать это такая вот кофточка я уже ее одела прямо на себя чтобы вы получше видели что могу сказать это обычная принципе такая серая кофта из обычной ткани она вот как вы можете видеть такая вот немного мешковатая такие рукава у нее в принципе это такой крой размер у меня с к самый маленький эту кофту выделяют такие вот кружева очень интересно они сделаны а ниточки нигде не торчали работа выполнена хорошо кривых стежков нет такая неплохая кофточка на прогулку будет как раз самое оно я вот так вот ее приспустила на плечика потому что мне кажется это интереснее мне она больше нравится девчонки что насчет качества самой ткани я не знаю что это за ткань на ощупь честно не могу определить но это явно не натуральная ткань какая-то синтетик дело в том что когда я выходила к ней на прогулку был в принципе такое солнечный денек но был вечер сильно жарко не было и мне так душно стало в этой кофте она вот как будто воздух не пропускает такая жарко и не знаю можно даже как-то липнет к телу в общем не хотелось бы быстрее и снять не знаю то ли тогда сильно жарко было то ли что это вообще произошло но вот сейчас я снимаю видео в принципе на улице тоже тепло мне в ней сейчас почему-то не жарко но хотя чувствуется что такая ткань синтетическая и третья моя покупочка которую сейчас покажу это такая вот подвеска черепашка так вот она выглядит сейчас покажу вам ее поближе в общем это такая черепашка очень хорошего качества обратите внимание как сделаны все детали эти маленькие тоненькие лапки хвостик камушки ничего не выпадает все ровно цепочка тоже очень хорошая длинная она не ржавеет не темнеет вообще в последнее время стало часто обращать внимание на такие вот штуковины вот мне нравится украшение в виде подвесок потому что иногда ожерелье очень тяжело сочетать с какой-то яркой летней одеждой однотонную одежду как-то не очень летом ношу у меня в основном все какое-то яркое яркие украшения получается какая-то лепнина вот такие вот маленькие аккуратные подвесочки как раз в самый раз вот их можно сочетать ну я по крайней мере их сочетаю совсем-совсем допустим с каким-то белым платьем ну с блузками они немного они вообще как бы глаза не бросаются но заметны и также они очень хорошо разбавляют образ придают какую-то изюминку у меня кстати эта подвесочка не первая у меня уже есть сова а также у меня есть олень но олень я мало очень носила и вот это вот черепашка также выполнена мою коллекцию еще там был слоник тоже очень достойный дерево мне еще на сайте понравилось хочу их еще заказать если будет такая возможность но очень на этом я буду заканчивать свое видео если этот обзор вам понравился то не забывайте ставить лайки буду вам очень благодарна большое спасибо что вы оставались со мной всем прекрасного настроения всем пока пока